Дорогие друзья, всем огромный привет! Безумно рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас такое видео, на самом деле, долгожданное для меня, но очень сложное в монтаже будет, и трудозатратное по времени, сил. В общем, сегодня у меня огромный список дел, которые нужно сделать. Мы летим в Стамбул в эту субботу. Сегодня четверг. Включила себе камин. Мы, кстати, Паш на работе, естественно. Софика пошла гулять с дедушкой. Ну, как в сон, да? Спать. Вот. Вот мой список дел. Сегодня, возможно, что-то перекину на завтра. В общем, по максимуму мне нужно сделать вот это сегодня, потому что пока они гуляют, у меня есть возможность убраться, помыть полы, потому что Софика не дает мне это делать. Она плещется в ведре, да, со шваброй. В общем, что нам нужно сделать? Помыть полы, пропылесосить, вытереть пыль, запустить все стирки, которые у меня есть, погладить белье. У меня набралось уже постирать свою куртку. Этим мы в первую очередь сейчас займемся с вами. И по кухне у меня целый список дел, которые тоже необходимо сделать. Я разделила на такие подпункты. В общем, посушить мне нужно базилик, яблоки заморозить, мне нужно перцы. Мы привезли с дачи еще пару недель назад. Они у нас лежат, поэтому решила заморозить. Также мы ездили на день рождения к Пашному дяде. Они нам передали огромное количество сыра, поэтому его тоже нужно, наверное, перетереть. Но я это сделаю в блендере и заморозить. И заготовки-сырники я возьму с собой в дорогу в аэропорт и, возможно, какую-то заморозку рискну, возьму с собой, да, чтобы в Турции у нас будут апартаменты с кухней, и мы сможем их как бы приготовить, да, по прилету. Вот. И еще в этом списке самое главное собрать чемодан. Вот. Предлагаю с вами вместе приступать. Сейчас пойдем вместе с вами в ванну стирать куртку. И буду список везде носить с собой, чтобы шаг влево, шаг вправо, ничего не распыляться, никакие остальные дела. Всем обязательно подпишитесь на канал, поставьте мне пальчик вверх, напишите какой-нибудь комментарий. И, знаете, мне будет приятно, но это не самое главное. Ютуб так распознает, да, так работают алгоритмы Ютуба. Он меня будет продвигать больше, выше, да, и я буду стараться больше. Надеюсь, что вам это не сложно нажать на одну кнопочку, поддержать меня и поддержать канал. Благодарю каждого. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Так, ну что, настал следующий день. Вчера у меня не получилось, естественно, сделать весь список, хотя, честно говоря, я почему-то верила в то, что я смогу это сделать, но, да, есть у меня такой минус именно в восприятии времени, да, и дел, что мне кажется, что я успею все. Но, по фактунут ли я, а по фактунетно, да, но по факту, да, но чтобы смешно успела бы все, да, если бы сошлись много факторов, да, которые не сходятся, как правило, поэтому вчера я только пропылесосила, помыла полы и протерла пыль. Ну, конечно, куртку постирала, но там было делов, наверное, пару минут, да, я замочила и потом закинула в стирку. Сегодня мы утром встали уже, я распушила куртку, так как она уже высохла, сейчас приехал снова Пашин Папа гулять с Софийкой, я решила сделать себе 10-минутный перерыв, записать кусочек разговорный, рассказать, что в планах сейчас у меня. Сегодня я допиваю свой утренний кофе, уже холодный, буду есть овсяное печенье, вот, и затем буду готовить. В общем, что я решила? Самое главное, мне нужно все продукты, которые могут испортиться, заморозить, переработать. Ничего сушить я уже, естественно, сегодня не буду, потому что на это нет времени, да, я не хочу убиваться, знаете, мне еще нужно вещи в чемодан собирать. И я, естественно, хочу все заснять, чтобы как-то и для вас была какая-то мотивация. Пока у меня есть время, я буду пить свой кофе, съем пару печенек и будем с вами приступать к работе на кухне. Затем перейдем, будем собирать чемодан, надеюсь, что я успею. Все, солнце фики, что она поспит хотя бы пару часиков, хотя чувствую, что чемодан буду собирать уже вечером. Ну ладно, я пока отдыхаю, вы смотрите дальше. Сейчас пришла на балкон, посмотрите вообще, что у нас тут есть, что может испортиться. Еще вспомнила, что хотела рассказать. У нас здесь теплый пол был. В общем, сломался. Мы так поняли, что подумали сначала на диф-автомат, поменяли диф-автомат, но оказалось, что нет. Теперь думаем на сам вот этот вот механизм, который включает. Его пока не проверяли, надеемся, что он, потому что если это плитка, ну под плиткой вот эта вся система сломалась, тут нам нужно будет всю плитку поднимать, там все заново застилать, выравнивать и снова класть плитку. А не хочется, мне эта плитка очень нравится. В общем, но есть плюсы в том, что за теплый пол сломался, у нас теперь здесь хранятся много продуктов всяких разных. Вот здесь вот перцы как раз, которыми нужно переработать, да, вот такой вот пакетик. Здесь родители привезли яблоки там внутри. В общем, возьмем сейчас вот это, вот это на кухню с собой. Также у нас здесь яйца, так как у нас не было места в холодильнике. Сейчас я с этим вопрос решу. Здесь также стоит сушилка, в которой я хотела вчера посушить. Получается яблоки и базилик у меня там есть в холодильнике, но, увы и ах, не получится. Вот она закрытая в пленочке. И здесь вот белье, которое мне нужно постирать, и вон белье еще висит на сушке. Нужно все это собрать. В общем, сейчас это с вами отнесем на кухню, и уже по факту будем смотреть, что делать с этим совсем. В общем, я перебрала яблоки. Сейчас покажу вам, вот столько всего нужно будет заморозить, наверное, даже чистить не буду. Ну, естественно, вот такую. Почищу, сердцевину выну, порежу и в пакет в заморозку. Если что, в шарлотку можно, компоты можно варить, что угодно. Перец. Вот даже вижу уже. Одному уже плохо. Конечно, любому было бы плохо две недели лежать. В общем, да, перец сейчас тоже весь перемою, тут его много. Жалко, конечно, замораживать такое добро, но за неделю это все еще больше испортится, и потом будем все выкидывать. Поэтому вот это все у меня сейчас пойдет в переработку и на заморозку в морозилку. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 В общем, сейчас приступаем к перцам. Я очень сомневаюсь, что мне хватит места в морозилке. Ух, ну ладно, будем что-то думать и решать уже по ходу, по мере поступления всяких проблем. Поэтому для начала нужно все почистить, потом порезать, ну а дальше уже будем думать, что с этим делать. В общем, с перцем покончено. Здесь у меня вот такие вот половинки буду замораживать. Я очень люблю вместо фаршированных перцев сейчас делать перцы, вот такие вот половинки. Нарезаю, начиняю, получается, также фаршем. Можно какой-то овощ добавить в фарш. Потом запекаем в духовке, просто на листе. И после выпекания за 10 минут до конца насыпаем сыр. И очень вкусно. Поэтому вот такой вот достаточно большой пакетик у меня получился сыра половинок. И вот такой вот перчик получился. Ну, такой средненький пакетик. Куда-то добавить во второе, в какое-то можно завтрак к яичнице добавить, да, вкусно. И вот отходы. Здесь уже несколько перцев заплесневело, поэтому все это идет в утиль. Сейчас еще почищу яблоки и также, наверное, порежу меленько и буду замораживать. А это сейчас прямо беру в духовку. Ой, господи, сейчас это прямо беру в морозилку, достану сыр, буду перемалывать его и убирать обратно в морозилку. Вот так вот. Вот решила вам показать альтернатива терке. Да, если у вас есть много того, что нужно натереть. Вот у меня очень много сыра всегда хранится в морозилке для всякой выпечки, да, для пирогов, которые сверху нужно посыпать. Мясо по-французски, допустим. Я вот так вот все перемалываю, так как я ненавижу терку. Убираю в пакет и потом уже по надобности достаю сколько нужно. В замороженном виде оно никак не склеивается друг с другом, да, сколько нужно. Отщупнули, немножко разморозили и вперед можно использовать. Пользуйтесь, кто не знал о таком методе. Очень удобно и быстро. Главное все вот это вот сделать заранее. Пользуйтесь, кто не знал о таком методе. Ну что, я наконец-таки доделала такой огромный пласт, который нужно было сделать. Думаю, не закончится сегодня это дело. В общем, как вы уже видели, яблоки, перцы и сыр я все брала в морозильник. Сейчас у меня на очереди сырники, но мне позвонил Пашин папа. Софийка у меня уже там проснулась. Я попросила еще с ней минут 15 погулять, чтобы я успела подготовить все к сырникам. Сейчас с вами вместе замешаем сырники. Ну а жарить уже будем, я думаю, чуть позже, когда приедет Паша и побудет вместе с Софийкой, да, чтобы я могла все это дело сделать спокойно и поснимать для вас. Рецепт сырников я оставлю в описании к этому видео. Так что, кто хочет попробовать очень вкусный рецепт, проверенный уже годами, да, я делаю уже два с половиной или три года один и тот же рецепт. Нам очень нравится. Всех хвалят, кто пробует. Так что заходите, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, сейчас я покажу вам, что берем с собой. Это все Софийкины вещи, которые мы берем на неделю. Причем вот это вещи, вот это все подгузники. Здесь вот ночные, вот эта часть на 7 ночей, ровно 7 штук. Здесь 4 подгузника дневных. Полотенце берем с собой всегда свое. Здесь головные уборы, так как в Стамбуле обещают 25-20 градусов. Также беру шапочки какие-то, так, легенькие, да, если будет ветер. Здесь одни колготки, в других она поедет. То есть 2 пары колготок. И так, здесь 6-7 пар носков, в общем, с собой. Я думаю, вполне достаточно. Если что, можно что-то постирать, чтобы не тащить с собой целую гору. Это идет в чемодан. Что берем с собой непосредственно в аэропорт самолет. Купила вот такой вот рюкзак. Человеку моему уже маленькому 2 года. И я наконец-таки созрела для мамского, до мамского рюкзака. Вот так вот широко, удобно открывается. Здесь спиннеры для окна в самолете. В общем, игрушечка. Летит нам 5,5 часов, чтобы можно было чем-то развлечь ребенка. Также беру вот такую вот книгу. Все заранее покупала. Софики это отчасти новая, потому что мы их уже смотрели. Но все равно ей всегда интересно. И вот такие тесты очень прикольные беру. Также такие вот книжечки с окошками времена года. Здесь вот разбирают, что в доме. Здесь кто где живет. И вот такой вот зоопарк. Дальше. Здесь подгузники у нас. Здесь подгузники. Здесь влажные салфетки. Сухие салфетки, дополнительные носки. Кстати, 3 пары колгот. На всякий случай с собой колготки беру. Кофту, бодик с горлышком. И бодик с открытыми рукавами такой. И вот такие вот кашки Хайнс. Так как мы попадаем на дневной сон, я даю ей в бутылке вот такую вот кашу. Разбавляю водой. И она прекрасно засыпает. Так что я думаю, что в самолете. Ну, надеюсь. Я не знаю, конечно, как пойдет. Но она уснет. Также вместе с этим рюкзаком шел в подарок вот такой вот коврик. Его решила все равно взять. Потому что если нужно будет поменять подгузник, по крайней мере, посадить ребенка сюда можно. И дополнительно ничего даже брать не буду. Может, только одноразовую какую-то пеленку. Вот. Вдруг, если плохо, то что-то станет. Вот. А так, в принципе, все. Вот беру один также такой платочек. Вот. И пакеты под грязные подгузники. Вот. Чем удобен рюкзак? Вот сюда можно. Ну, мы с утра уже положим термос с кипятком с собой. Также вот здесь вот есть окошечко для влажных салфеточек. Я уже все подготовила. Так что Софику собрала заранее. Так как мы будем ее укладывать спать. И, скорее всего, собирать чемодан уже будем позже. Хотя, не знаю, может быть, сейчас соберу. Но чтобы мне здесь вот потом в шкафу у нее не копаться, не будить ее, я решила собрать сразу. Вот такой вот набор. Скажите, возможно, вы что-то берете дополнительно, как-то развлекаете своих малышей в самолете. Буду рада каким-то вашим подсказкам на будущее. Паша уже пришел с работы. Мы тут с Софикой почти собрали чемодан. Паша у нас такую вот вкуснятину. У Софики греется овощное рагу. Пашка ест борщ. Родители передали. Мы сейчас будем вместе с вами дособирать чемодан. Потом уложим Софику. И я уже буду делать сырники. Так что вот такая вот у нас обстановочка. Добавляем. Родители передали. Надо сделать сырников. Обязано. Давайте подпрашиваем. Добавляем. Симır Rapid. Фестивом process. Спускай нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok